Вместо игрушек во дворе этого детского сада стопки нераспакованной тротуарной плитки. Стройка здесь замерла еще полгода назад. Здание для дошколят в первом микрорайоне Кропоткино пытаются сделать уже три года. Работы остановились ровно на 87%. Подрядчик сетует на нехватку средств, заказчик не понимает. Деньги уже освоены, рассказывает Вениамину Кондратьеву во время его визита в район. В итоге все это время места в детский сад не могут получить 250 малышей. Просто так я ситуацию не оставлю. Садик он все равно до 1 сентября будет сдан, это гарантированно. Только безответственности быть просто не может. Три года строить садик с освоенными деньгами из бюджета, это никуда не годится. Просто так все время выделять деньги из бюджета, это не бездонная дочь. Если сроки сдачи в очередной раз сорвутся, ответственность за это нести будет руководитель Кавказского района. Доходчиво объясняет Кондратьев. Виталий Ачкаласов с этим соглашается и пытается продолжить объезд по маршруту. Но местные жители, увидев на улицу главу Кубани, предлагает ему провести другую экскурсию. Например, посмотреть, как они живут в аварийном доме. Вы на машине? Нет. Посадите их в машину какую-нибудь, сейчас поедем на ваш дом посмотрим. Бывшее общежитие химзавода суд признал аварийным несколько лет назад. Однако люди в программу переселения не попали. Но то, что жить в этом здании опасно, Вениамин Кондратьев убеждается лично, спустившись в подвал дома. Ну а садятся плиты, дом едет. Понимаете? Вы четко понимаете, что ощущаете на себе угрозу разрушения. Правильно я говорю? Мы хотим еще вам показать. Ну пойдемте смотреть. Выйдя из подвала на свет становится ясно. Рисковать жизнями людей из-за того, что они не попали в программу «Просто преступление». Вопрос может решаться комплексно. То есть где-то мы можем выдавать деньги, где-то мы будем все-таки строить. Вот где будет для нас экономичней, я не хочу вас обманывать, экономичней, по тому пути мы и пойдем. У нас очень важны сроки. Я вам чувствую, что я не то что услышал, я побывал. В течение буквально недели я думаю, что мы примем конкретное решение, каким путем мы пойдем. Впечатлениями от увиденного в Кропоткине Вениамин Кондратьев делится с активом города. Яркий центр и заброшенные окраины, резюмирует он. Но это только одна сторона проблемы. Вторая – слабая экономика. Вслух Кондратьев зачитывает важные цифры. Бюджет муниципалитета сократился на 17%. Недоимка больше полумиллиарда рублей. А по показателям отгруженной продукции район вообще в минусе. Текст, который у меня есть, можно читать бесконечно, но, наверное, не в нем смысл. А в собственном понимании, что вы, кто сегодня, я понимаю, являются активом города, знаете, должны осознавать свою личную ответственность за свой город. Личную ответственность. И не стоять, ничего не ждать, и не просить, что кто-то должен вам дать. И вот эта личная ответственность за Кропоткин, за район, она даст результат. С критикой в свой адрес Виталий Ачкаласов соглашается. И сам с трибуны открыто говорит о проблемах и болевых точках своего района. Но четкого плана, как их решать, в получасовом докладе так и не прозвучало. Все сегодня недостатки, которые выявлены, поручения, мы обязательно проанализируем, очень взвесим и по детскому саду в том числе, и по всем другим направлениям. Мы сделаем выводы и постараемся эти недостатки устранить. Вы так много сказали. Вопрос в части, опять-таки, экономики или тех проблем, которые вы сейчас очень обозначали. А с чего начнем? Я говорю о стратегии развития как района, так и города. Если она у вас была бы, то вы понимали, что зачем. Так называемая дорожная карта. Она бы вам сегодня позволила понимать, что зачем и что когда будет. И жители бы, понимая ваш путь, эту дорожную карту, понимали, что у них будет и на что они могут надеяться. Дальше о проблемах рассказывают уже горожане. Не хватает отделений МФЦ, банков. Спрашивают о местах в детские сады и о поддержке малого бизнеса. А жители отдаленных от районного центра хуторов просят открыть кабинеты врачей общей практики. На территории нашего района открыты офисы врачей общей практики. Очень удобно для жителей. Планируется ли построить в нашем населенном пункте вот такой подобный офис? Спасибо. У вас есть помещение там? Нет, мы, видишь, это не этот год, не текущий. 16-й год на территории привольно-сельского поселения мы планируем построить. Можете, вот абсолютно верно, заверить? Могу, да. В 16-м году они будут иметь. Да. Решить возможные остальные проблемы района уверен Кондратьев. Для этого главе муниципалитета и его команде нужно провести большую работу над ошибками. И ее первым шагом станет создание стратегии развития района. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец и Денис Маскаленко. Кубань-24, Кавказский район. Маскаленко, Денис Маскаленко, Денис Маскаленко.